Ослик, которого вырастили люди, считает себя собакой. Джоди и Тед Топпинг – владельцы фермы площадью 46 гектаров в Питербуро, Канада. Войдя утром в июне 2017 года в загон для скота, они обнаружили, что ночью у пары их миниатюрных осликов родился малыш. Для фермеров это было сюрпризом, потому что они не заметили беременность самки. Осленок был совсем крошечным, не больше кошки, а весил около 4,5 килограммов, поэтому хозяева дали ему кличку Крошка Тим. К сожалению, ослица не собиралась выполнять свои материнские обязанности и была жестока с ребенком. Тогда Топпинги приняли решение забрать осленка в дом и вырастить его самостоятельно. Первые семь дней новорожденного кормили из шприца каждые 20 минут. Через неделю начали кормить раз в час. Первые четыре месяца осленок спал на втором этаже в спальне хозяев в детском манеже. Ночью приходилось дважды вставать, чтобы его покормить. Когда ослик стал весить больше 20 килограммов и перестал есть ночью, его переселили в прихожую, потому что стало тяжело таскать его наверх. У Топпингов есть еще два домашних питомца – пес и собака. По всей вероятности, этот факт сильно повлиял на повадки и предпочтение крошки Тима. Он растет настоящей собакой. Ослик бегает и приносит мячики, любит облизывать тарелки, играть с диванными подушками, выполняет некоторые трюки и спит в собачьей кровати. Он даже приучен справлять нужду вне дома. С появлением крошки Тима наша жизнь сильно изменилась. Мы теперь не сможем путешествовать, как планировали. Не так уж просто найти няньку для мини-ослика на время отсутствия. Но мы испытываем огромное удовольствие, наблюдая за этим ласковым и умным созданием, рассказывает Джуди. Топпинги создали фан-страницу на Фейсбук. Если вам понравился крошка Тим, вы можете найти на ней дополнительные фото и видео и продолжать следить за его судьбой. Если вам понравился видеоролик, оставляйте свои комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео.